Люди вообще не ассоциируются с каким бы то ни было порядком и организацией. Надеюсь, ни для кого не секрет. Мы все считаемся очень хаотичными, очень несобранными, у нас непонятно, что творится. Но, наверное, в жизни большинства так и есть. Но чем больше мы делаем, чем больше обязательств, тем больше необходимости успевать гораздо больше. Поэтому сегодня я вам расскажу, как работаю я и как мне удается держать в тонусе и себя, и всю свою деятельность. И надеюсь, это вам тоже как-то поможет и как-то вас вдохновит. Я ни в коем случае не гуру и не специалист по тайм-менеджменту. Я просто женщина, которая делает очень много и умудряется при этом не сойти с ума и не слечь в больничку. Поехали! Итак, сейчас я разберусь, как тут кнопочки нажимать. Что я делаю? Ну, для начала, я думаю, что все знают, кто я такая. Меня зовут Алина Элис. Я автор и иллюстратор детских книг. Я преподаю. У меня есть своя обучающая программа, свой сайт. Очень много всего делаю. Ну, по порядку. Итак, я рисую. Я рисую каждый день. Я иллюстрирую чужие книги. Я пишу и иллюстрирую собственные. Работаю над частными заказами, рисую открытки. Чего я только не рисую. Я преподаю. Я веду образовательную платформу. Надеюсь, вы не знаете иллюстратор уроки. Я пишу статьи, беру интервью. Веду марафон «День крокодила», о котором вы тоже хорошо знаете. Провожу лекции, мастер-классы и провожу творческие каникулы на Кипре. Дофига всего. Ну, и я живу. Я ещё успеваю и по дому кое-что делать, и кушать приготовить, и сына вырастить, и хозяйство веду, и путешествую. Ну, в общем, я живу полной, полной жизнью, многогранной. Вот доказательство, что это всё не пустые слова. Это действительно так. Это моё рабочее место. Это то, где я провожу большую часть своей жизни. Вот в этом вот уголке я и днём, и сейчас сижу, только с обратной стороны. При подавательской деятельности я веду курсы самые разные. Я читаю лекции. Все лекции я пишу сама от начала до конца. Я веду творческие каникулы на Кипре. Это тоже очень большой пласт в моей работе. Ну, и я занимаюсь благотворительностью. То есть иногда я ещё провожу акции для детей. У меня есть дети, которых я курирую. Я вот в больнице в Ахмальдете проводила какие-то мероприятия. Ну, в общем, я стараюсь регулярно посвящать определённое время благотворительности. Ну, и как я это всё успеваю? Давайте будем реалистичны. Я не успела и половины из того, что хочу успеть. Реалистично, когда вам показывают красивую картинку, где девочка вся такая нарядная, и всё у неё получается, и всё она успевает, и по дому, и с детьми, и кушать приготовила, и всю работу сделала. Вот не верьте. Это иллюзия, это миф. Такого не бывает. Нет, я что-то не то нажала, прошу прощения. Да. Так вот, никто не успевает абсолютно всё. Все мы чем-то жертвуем. Всех этих красивых, нарядных девочек с идеальной прической и маникюром можно также встретить в грязной футболке, старых носках и без прически на диване в полной потере контроля над ситуацией. Такое бывает со всеми. Другое дело, что нужно уметь себя снова сгруппировать, но расслабляемся мы все время от времени. И так, я успеваю не всё. Но я успеваю не всё только потому, что у меня планка очень высокая. Моя планка всегда в два раза выше того, что я считаю, я реально могу сделать. Потому что обычно мы же все трусихи, мы считаем, что мы можем довольно мало. А на самом деле мы можем очень много. То есть, если моя планка будет ниже, я буду делать ещё меньше. Так, во всяком случае, планка очень высокой. Даже если я сделаю половину, это будет очень круто для меня. Если планка будет низкая, и я сделаю из этого 70%, это всё равно будет ниже. Поэтому я стараюсь планку ставить очень высоко. И я обычно себя удивляю. То есть, мне кажется, да ни за что в жизни я это не сделаю, я не смогу. Это слишком сложно, это слишком долго. Я всегда в ужасе от своих планов. Если я читаю свои планы, обычно у меня волосы на голове шевелятся. Я думаю, да ну как я, я не смогу. Но каким-то фантастическим образом я всегда делаю. Ещё ни разу не было такого, чтобы я не сделала то, что запланировала. Оно может быть сделано позже, чем я запланировала. Но сделано обязательно. Итак, пример, как высоко стоит моя планка.